Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала «Дель Европа Онлайн». У меня в гостях Геннадий Дубов, известный украинский юрист, кандидат юридических наук, политический эксперт. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Михаил. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал мой. Я ссылочку оставлю в описании. На YouTube-канал обязательно подпишитесь. Геннадия и господина Вегеринского. Очень интересный канал «Легист». Подпишитесь, пожалуйста, тоже на него и на вот этот YouTube-канал тоже подпишитесь. Поэтому это очень важно – продвигать разумное, доброе, вечное. Ну что ж, Геннадий, давайте с вами коротко пройдем по основным темам. Владимир Александрович Зеленский – президент Украины, национальный лидер Украины. И не просто президент Украины, а во многом и герой Украины, учитывая поведение Владимира Александровича в первые месяцы войны и знаменитую фразу «нам нужно не токси, нам нужно оружие». Которая предопределила исход первых недель противостояния с государственным агрессором России наравне с украинскими воинами и их героизмом. Так вот, Владимир Александрович Зеленский говорит о том, что разрабатывается некий мирный план, который Украина представит к концу этого года. Ну, на самом-то деле это очень хорошо. Но, с другой стороны, возникает два вопроса. Зачем нужно было проводить швейцарский саммит мира, который в общем и целом оказался пшиком. И второе. А, собственно, какой может быть мирный план, который мы готовы предложить государству агрессору России? Ну, план, в принципе, один. Это государство агрессора России должна убраться с украинской территории, вернуть все оккупированные территории, включая наказированный Крым. Пока, к сожалению, агрессоры на это не соглашаются. А у нас это принципиальная позиция. Значит, о каком мирном плане до конца этого года вообще может идти речь? Ну, из тех обрывков информации, которые мне попадались, я могу сделать только вывод, что речь идет про некую детализацию результата того, что назвали мирным саммитом 2024, который прошел в Швейцарии. То есть у нас есть три пункта, которые касаются торговли на море, которые касаются обмена пленными, освобождения заложников, и которые касаются других подобного рода моментов, которые являются, по большому счету, второстепенными. Ну, хотя они важны, вот третий пункт – это ядерная энергетика и Запорожская атомная электростанция в этом контексте. Но в любом случае главными пунктами в мирном плане Владимира Александровича были другие, а именно вывод войск, а именно контрибуция, репарация и привлечение виновных в военных преступлениях к ответственности. То есть на сегодня мы просто, как всегда, к сожалению, мы пытаемся продемонстрировать некую динамику и поступательные движения. У нас подобного рода события происходят с евроинтеграцией. Мы, в принципе, двигаемся вперед, но с пониманием того, что следующие этапы, они и по времени, и по трудоемкости, и по сложности согласования с партнерами, они намного более обширны, нежели то, что мы уже прошли, начав переговоры с Европейским Союзом. Такая же история у нас с Североатлантическим договором НАТО. Мы от саммита к саммиту требуем фиксации неких положений, которые позволяли бы нам утверждать, что мы тоже с каждым днем, с каждым месяцем приобретаем какое-то поступательное движение в направлении достижения цели. Но приглашение, которое, как и членство, требует консенсуса всех на сегодня 32 стран, которые в Альянс входят, безусловно, мы не получим. Об этом говорили примерно все. Главным спикером, который озвучивал этот вопрос, был господин Джозеф Байден-младший. И в части мирного плана мы, похоже, применяем подобного же рода тактику. То есть мы стоим на своем, но должны общество демонстрировать, что что-то меняется. Сущностно, во многих вещах. И думаю, что в этом случае тоже ничего не поменяется. Мы продемонстрируем просто, что у нас был мирный план. Три пункта утвердили на сегодня уже более девяти десятков государств, поскольку есть отложенные подписания. И дальше мы предложим нашим же партнерам, возможно, в присутствии уже Российской Федерации, некий исполнительный план с графиком, с датами, может быть, даже, который позволит реализовать уже принято. Вот думаю, что за рамки этой идеи мы не выйдем, поскольку действительно вы правы, что отходить, и никто не отбрасывал ядро положений мирного плана Владимира Зеленского. Условий, которые позволяли бы утверждать, что в этом году мы сможем принудить Российскую Федерацию этот план принять и начать исполнять, мы не имеем. И отдельное высказывание нашего президента говорит о том, что это продолжение пути, который мы вроде бы прошли, но прошли не полностью. Но мы будем идти дальше, реализовывая то, что наработали за эти полтора года инициатив деятельности Андрея Борисовича и сочувствующих. Поэтому полномасштабного мирного плана или присоединение нас к китайскому мирному плану, к китайско-бразильской инициативе, к турецкой инициативе, к чему-либо другому, я не ожидаю, поскольку это просто в принципе не наш стиль. И подобного рода решения должны были бы готовиться. Я не наблюдаю никакого рода действий на этот счет, даже в плане работы с общественным мнением. Мы не привыкли признавать свои ошибки, мы не привыкли признавать что-либо провалом. Мы каждый наш трек проходим до конца и дальше продолжаем по ним идти. Да, Геннадий, вот сложилась же в принципе такая достаточно сложная ситуация, ведь мы неонакрадно говорили о том, что Владимир Александрович Зеленский, безусловно, хочет войти в учебник истории, он уже вошел как герой Украины, он хочет войти в учебник истории Украины как человек, который привел Украину к победе. И, конечно, если бы выборы были проведены где-то в конце 22-го года, когда Украина декупировала Херсон, выгнала оттуда российских захватчиков, выгнала российских захватчиков с Харьковщины. Это был феноменальный период, и, безусловно, это был такой пик поддержки, доверие Владимиру Александровичу, безусловно, он и сейчас сохраняется, потому что Владимир Александрович абсолютно легитимный президент, абсолютно легитимный лидер Украины. Но мы понимаем, что психологически есть определенная усталость у людей, и, конечно, беря во внимание и положение на фронте, и в общем и целом ситуацию, сейчас, конечно, бессмысленно рассуждать о, скажем, каком-то выборном процессе, мы уже проскочили, потому что Владимир Александрович Зеленский полностью легитимный лидер, а выборы в нынешних условиях 100% провести нельзя в условиях российской агрессии. Но, скажем, момент с сентября-октября 22-го года, когда это можно было бы сделать на подъеме, в принципе, такой момент, на мой взгляд, Владимир Александрович, возможно, и рассматривал. Но мы же говорим о политике, Владимир Александрович очень опытный политик, и, безусловно, нужна какая-то победа, которую Архимед же говорил, это моя любимая фраза, честно сказать, дайте мне точку опоры, я переверну меру. Вот такая точка опоры должна была бы стать приемом Украины в НАТО, либо приемом Украины в Европейский Союз, то есть реальное членство, либо полная победа над российско-фашистскими захватчиками. Соответственно, пока, скажем, ни в первом, ни в втором, ни в третьем случае нет окончательного решения вопроса, безусловно, нет той точки опоры, которая бы позволила Владимиру Александровичу уверенно пойти на политический процесс, чтобы открыла перед ним следующие пять лет активных реформ и восстановления Украины. Как вы считаете, где-то точка опоры, которую, возможно, ищет Владимир Александрович, опять же, с учетом того, что Владимир Александрович рассматривает изобновление политического процесса, либо все-таки до победы Украины политического процесса как такового не будет, как говорил Владимир Александрович неонократно? Я думаю, что вы корректно отражаете точку зрения Офиса президента, что должно произойти что-то калибра вступления в ЕС, в НАТО или победы. В другом случае мы живем в парадигме вечной войны, поскольку у нас сегодня мы с вами записываем День Конституции Украины, и проблема Конституции вместе с Конституцией Российской Федерации, которая закрепляет одна законно, другая незаконно, пять территориальных субъектов одних и тех же, она продуцирует ситуацию, когда война не может быть разрешена без изменений в один из документов или без момента, когда этот документ перестанет существовать. Отсюда невозможно снять военное положение, отсюда невозможно в силу закона провести выборы. Это прямо запрещает, соответственно, минимум два законодательных акта, это избирательный кодекс и закон Украины про правовой режим военного положения. Поэтому здесь на сегодня мы живем в старой матрице, которая ничем не отличается от матрицы 22-го года или 23-го года. Вероятно, как бы 22-й год, как говорил и Марк Милли, в частности, был удачным для ведения переговоров с Российской Федерацией, поскольку отражал некий пик военных успехов, и российские войска потерпели существенное поражение, еще не успев перевести, в частности, экономику на то состояние, в котором она находится на сегодняшний день. Она в плане обеспечения военными товарами работает, признают это и западные СМИ эффективно, и появляется ряд материалов, в том числе, мы недавно читали статью в Форин ФС, где утверждается, что и, если я не ошибаюсь по изданию, где утверждается, что и олигархи на сегодняшний день, они изменили свою точку зрения к администрации Путина, к его режиму и, в принципе, к целям и путям завершения военных действий на территории Украины. Поэтому мы надеемся на, в том числе, западных партнеров. При этом следует заметить, что и западные партнеры не радуют нас, не радуют нас некими стратегическими видениями того, как они будут помогать, как они, в принципе, видят выход из ситуации. Поскольку мы можем заметить, что закон про бюджет, про выделение финансирования Украине и на сопутствующие вопросы, где было утверждено 60 миллиардов долларов, кроме прочего, требовал предоставления администрации Байдена стратегии по Украине, по стратегии Соединенных Штатов, как нашего наибольшего союзника, который обеспечивает нам, за слов Трампа, 200 миллиардов долларов. На самом деле, немножко меньше, но все равно эта цифра не идет ни в какое сравнение с каждым отдельным другим государством, которое помогает нам. И 45 дней прошли, стратегии мы не увидели. Мы увидели разве что упоминание господином Антони Блинкиным при его визите в Киев, когда он провозглашал речь в КПИ, Киевском политехническом институте, университете имени Сикорского. Он утверждал, что стратегия заключается в том, что мы будем до конца, столько, сколько необходимо. Он говорил о том, что стратегия предусматривает выделение помощи с совокупностью государств, что, на его взгляд, происходило уже на момент провозглашения речи и будет происходить далее. Он говорил, что речь идет про борьбу до момента, пока Украина не сочтет возможным вступать в переговоры с Российской Федерацией, когда будет считать это необходимым. Вот подобного рода видение американцев не формализовано. По крайней мере, мы не знаем о том, что они предоставляли в Конгресс соответствующий документ, который закон обязывал их предоставить. Мы имеем только отдельное высказывание отдельного должностных лиц. Кроме того, советники Белого дома недавно говорили о том, что Украина должна продемонстрировать, что готова вести войну так же долго, как ее ведет Российская Федерация. То есть мы попадаем в ситуацию, когда, по сути, мы находимся в тех же смыслах, в которых существовали и год назад. Что победа, капитуляция, камчатский краб в виде репарации и Путин в Гаге. Вот мы с этого места не сошли, на мой взгляд, ни на сантиметр. Ну, вы наверняка смотрели дебаты Трампа и Байдена и читали аналитику. Я тоже сегодня посвятил этому очень много времени. Благослава богу, интернет позволяет фактически читать любые источники сейчас информации. И вы знаете, что Трампу был задан вопрос по поводу Украины. Естественно, он ничего, собственно, не ответил, кроме того, что Владимир Александрович Зеленский эффективный, скажем, лоббист помощью для Украины. Ну, это, безусловно, здесь с Трампом действительно сложно поспорить. Плюс Владимир Александрович действительно эффективный переговорщик и человек, который лоббирует помощь Украине. Вот. Но что касается, скажем, политики и выхода из этого кризиса, выхода из войны, мы же на этой неделе слышали, что есть некие планы, которые, скажем так, предусматривали бы, что вот Трамп поставил бы условия одной стране и другой стране. И если, соответственно, одна из сторон не хочет, скажем так, останавливаться, тогда Соединенные Штаты Америки используют какие-то рычаги давления при Трампе. Но мы же понимаем, что и этот план, он не озвучен Трампом, мы не знаем, насколько вообще он корректен, это слухи. А слухов очень много, это тоже игры определенные. Но чисто логически мы же понимаем, что будет даже сейчас Трамп в Белом доме, но принципиально это не изменит парадигму, скажем так, восприятия действительности, как офиса президента Путина, так и офиса Владимира Александровича Зеленского. Потому что, как мы уже говорили, это игра с нулевой суммой, где победитель получает все. С одной стороны, для диктатора Владимира Путина это выход к административным границам, оккупированных агрессором украинских областей. А для нашего президента, национального лидера Владимира Александровича Зеленского, это полная докупация в украинские территории, включая аноксированный Крым. Если это так, если мы понимаем, что ровным счетом американские выборы ничего не поменяют, опять же, к вавадис, да, вот куда движемся? Ну, дело в том, что, на мой взгляд, ситуация беспрецедентна в целом в истории, поскольку те же республиканцы исходили всегда из концепции треугольника Киссингера, где в связи с Китой, РФ, США, США обязаны иметь лучшее отношение с кем-то из этой пары, чем, соответственно, те между собой. Сегодня, учитывая, в том числе, и документальное оформление отношений Китая-РФ в виде коммуника, огромного по всем вопросам первой повестки, учитывая договор про безопасность и военные гарантии, по сути, между РФ и КНДР, учитывая много других факторов и фактора самоосознания себя странами группы БРИКС и глобальным югом, как его называют, ситуация выглядит иначе, нежели это было в момент Холодной войны, когда Киссингер вместе с Никсоном известные переговоры в Пекине проводил и выстраивал архитектуру мировой безопасности вот в этом ключе. Кроме того, сам же Трамп в свое время, еще в 2019 году, если не ошибаюсь, вышел из договора про запреты ракет меньшей средней дальности, который Советским Союзом тоже там как бы героически был заключен вот в рамках той концепции геополитики. И Трамп в этом смысле осознает своим главным соперником стратегическим Китайскую Народную Республику, которую и будет пытаться каким-то образом жать. Хватит ли у США на сегодня ресурса одновременно каким-то образом держать во внимании горячие точки в Украине, на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и в Тайваньском проливе? Вот здесь, мне кажется, американского видения очень слабое место, в том смысле, что если все сразу, вот эта ось недемократических стран, Иран, КНДР, РФ и КНР, если они одновременно эскалируют во всех местах, у нас уже горит в Израиле перспектива, очень серьезная конфликта с Хазболой. Южная и Северная Корея тоже никогда не мирились. Китай разрабатывает разного рода инициативы, ну, по крайней мере, аналитики предполагают вплоть до блокировки острова. Также есть вопросы, к примеру, у Венесуэла с Гаяной. Есть там Балканы традиционно, сегодня годовщина убийства Сгерса и Фердинанда. То есть, вот настолько много слабых мест по всему глобусу, что, вероятно, противники Соединенных Штатов и их лидерство в мире пытаются, как условно, во время ракетной атаки перегрузить средства защиты, как вот средства ПВО, как мы потеряли несколько электростанций, вот ровно через подобного рода способ удара. Так и они пытаются растянуть американские усилия, и Трамп с его харизмой, скажем так, и с его особым стилем принятия решений, которые очень тяжело прогнозируются. С одной стороны, он может выступать сдерживающим фактором, а с другой стороны, наоборот, фактором, который спровоцирует еще большую конфликтность в мире, поскольку, ну скажем, особый стиль может быть частью, особый стиль Трампа может быть частью замысла, собственно говоря, всех врагов демократии и всех государств, которые сегодня это лидерство оспаривают. Поэтому, честно, я не вижу оснований для твердого прогноза и развития событий на ближайшие даже 6-7 месяцев, поскольку слишком много факторов и особенность нашего сегодняшнего мирового состояния в целом мы не имеем четкой или даже приблизительной ситуации в мире, которая позволяла бы хоть как-то провести аналогию. Значения будут иметь случайные факторы. В таком неравновесном состоянии случайные факторы очень часто решают исход событий. Поэтому, в принципе, направление понятно. Направление, прежде всего, конфронтации евроатлантического мира и условного глобального юга во главе даже не с Российской Федерацией, а с Китайской Народной Республикой. Итог этого всего он не прогнозируем. Ну, Геннадий, я думаю, что вы успели заметить, что я с особым теплом отношусь к политическому наследию Алексея Мячеславовича Данилова. Это я неоднократно подчеркивал. Для меня действительно политическое наследие Алексея Мячеславовича представляет большое значение. Очень жаль, кстати, что Алексея Мячеславовича теперь мало говорят. Я думаю, что ему как-то обидно и неприятно, учитывая роль, которую он сыграл. Поэтому я в какой-то степени поправляю ситуацию тем, что на какой-то своей скромной площадке я об этом говорю. Так вот, я, кстати, очень жду мемуара Алексея Мячеславовича либо какую-то серьезную работу идеологическую. Потому что Алексей Мячеславович, секретарь СНБО долгое время был. Вот как Владимир Горбулин же написал несколько книг, тоже наш секретарь Совета Безопасности. Вот я теперь жду книжки Алексея Мячеславовича. Ну, собственно, к чему я говорю. Алексей Мячеславович в свое время придумал вот эту доктрину, скажем, силового кулака, когда, естественно, силовой аппарат в рамках государственной позиции, он должен как бы относиться к вертикали президента. Абсолютно верно, абсолютно правильная позиция. Вот идеологически обосновал Алексей Мячеславович эту идею. И вот я в последнее время наблюдаю, что президентская вертикаль очень присматривается к Национальному антикоррупционному бюро, которое было когда-то создано при Петре Алексеевиче Порошенко по назиданию наших западных партнеров и Соединенных Штатов Америки как важная вертикаль для борьбы с коррупцией. И идет определенная линия, связанная, собственно, скажем, с попыткой разрубить какой-то гордиффузел, можно сказать, накопившийся каких-то недоразумений, каких-то противоречий. Очень какие-то интересные, чисто институциональный процесс, безумно интересные. И мне кажется, что в какой-то степени, наверное, это направлено на укрепление все той же вертикали, потому что вертикали не может быть несколько, вертикаль должна быть по логике одна. Особенно так видится, когда ты находишься в одной из этих вертикалей. Как вы считаете, вот мы видим, да, в принципе, вот эти контуры, скажем так, конфронтационные, они же, скажем, распространяются и на аффилированных людей, либо сочувствующих людей, либо идеологически сочувствующих людей, они как бы увлекаются в все эти процессы. Вот как вы считаете, все-таки удастся ли, скажем, офису президента и Владимиру Александровичу Зеленскому пересмотреть то решение, которое было принято когда-то при создании очень правильной, очень замечательной институции Национального антикоррупционного бюро, которая действительно очень много сделала для борьбы с какими-то коррупционными проявлениями, кстати, подобные институции создавались и в ряде других странах, и в Румынии, и в других странах. Это, в принципе, абсолютно такая интересная, правильная история. Так вот, как вы считаете, вот кто в этой истории может выйти победителем? Это первый вопрос, это как бы завершающий вопрос. И второе, все-таки где та тонкая грань, скажем, ведь вопрос существования НАБУ как такового, он в том числе и ложился в вектор нашей евроинтеграции. Понятно, что евроинтеграция Украины сейчас форсирована благодаря и усилиям Владимира Владимировича Зеленского, и борьбой с российской агрессией, с российской оккупацией. И в этом смысле главный упор делается как раз на роль Украины как форпоста демократии Восточной Европы, а не и меньше обращать внимание на какие-то проблемы, которые, ну, свойственны Украине, как любому трансформирующемуся обществу. Но вот тем не менее, как вы считаете, насколько вот сейчас тот момент, когда Владимир Александрович и в целом команда президента может попытаться пересмотреть основы существования вот этого уважаемого, действительно уважаемого института правоохранительного, как вы считаете? Так, давайте сначала с Алексеем Мячеславовичем. Кстати, вот я, пока вы его упоминали, я тоже скучаю, я вспомнил, ну, не вспомнил, кто это сказал, но известная фраза, афоризм, что язык нужен дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Это Толеран, Толеран, министр иностранных дел Франции, Толеран. Спасибо, дополнили. Ну, думаю, что вот как раз вот эта идеологема, она лежала в основе назначения Алексея Мячеславовича на дипломатическую службу, и поэтому мы не видим его. Также, ну, мы помним его наследство, так сказать, да, там он говорил, кроме прочего, что власть от Бога. В случае, если власть от Бога, то, безусловно, вы правы двух или большего количества вертикалей быть не может. И в этой логике все силовые структуры должны находиться в подчинении лидера государства, власть которого непосредственно как бы в концепции Алексея Мячеславовича, ну, и не только, там были автора несколько веков назад, которые подобных взглядов придерживались. И тут решение вроде как бы нужно принимать. Но нам мешают следующие обстоятельства. Критерии, к примеру, вступления в Европейский Союз. Они предусматривают все-таки моменты по верховенству права и по борьбе с коррупцией, на что наши партнеры постоянно обращают наше внимание. Есть вопрос и фактор Соединенных Штатов Америки, которые, как мы говорили выше, финансируют в том числе и часть бюджетных расходов Украины. Мы на них надеемся в плане восстановления после войны. И в том числе на поставку оружия и военной техники. При этом одна лишь роль форпоста и роль врага Российской Федерации, думаю, не удовлетворяет ни Европейский Союз, в них Штаты к нам предъявляют еще и сущностные требования, сущностные требования к архитектуре государства, к механизмам, которые внутри существуют, к толерированию или нетолерированию коррупции, к отношению к меньшинствам, ну и прочее. То, что мы говорим про взгляд либеральный на мир обычно. Есть только одна сила, которая на сегодня, вот по мнению, в частности, многих африканских лидеров, чем отличается подход американский или европейский, с китайским подходом. Американцы, приходя и предлагая помощь народам Африки, они, кроме прочего, выдвигают требования по верховенству права, коррупции, отношения к женщинам, меньшинствам и прочему. А китайская народная республика, приходя в те же государства, просто дает кредиты, дает возможность развиваться, дает технологии и не просит никакой антикоррупционной вертикали и прочему. Поэтому на сегодня, учитывая, что мы своими налогами и экономикой, и государственным сектором экономики в том числе, можем финансировать только расходы на оборону и на армию, по сути, другими словами, почти полностью, немножко оружия и зарплаты военные, а бюджет мы финансировать не можем. Если мы заключим стратегический союз или попытаемся с Китайской народной республикой, только это позволит нам брать в том числе и вторую вертикаль, правоохранительную, которую представляет Национальное антикоррупционное бюро и подчинительную в одном центре. Геннадий, вот смотрите, я все-таки с разрешения задам вам еще один вопрос. У вас есть пара минут, да? Да, да, пожалуйста. Задам вам вопрос. Вот если помните, Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, наш национальный лидер, в конце прошлого года давал интервью Наталье Масичук, известной украинской тележурналистке, и где говорил о том, что коррупцию нужно приравнять к государственной измене. Вы наверняка это помните. И тогда многие говорили о том, что это попытка передать вопрос коррупции, борьбу с коррупцией в подведомственность Службы безопасности Украины. Вы помните, об этом тогда шла речь. И как-то вроде бы это все дело затихло, опять же, из-за позиции вот партнеров на Западе, из Соединенных Штатов Америки и Европы. Понятно, что это вертикально было создано при Петре Алексеевича Порошенко, когда уже что-то создано. Очень тяжело что-то переформатировать, но определенные юридические попытки все-таки стороной сопрезидента предпринимались. То, о чем мы с вами говорили, проговорили. Как вы считаете, мы же видим сейчас пример Грузии, где был принят законопроект об иноагенте, который страшно не понравился руководству Соединенных Штатов Америки и Европе, и даже пригрозили, что интеграционный процесс для Грузии может остановиться. И как-то это действительно вызвало какое-то противоречие между Тбилиссией и Ушантоном и Брюсселем. Как вы считаете, учитывая опять же российскую агрессию и тот героизм, который демонстрируют украинские войны, президент Украины Владимир Санюзеленский и его команда, есть ли полный карбланш, например, на принятие каких-то важных, в том числе институциональных решений, либо все-таки существование такой уважаемой институции, как Национальное антикоррупционное бюро, которое, напомню, существовало и в Румынии и существует в ряде других стран, это принципиальная позиция западных партнеров, которая пересмотру не подлежит, учитывая то, что мы выбрали интеграцию Европейский Союз и в целом в, скажем, парадигму западного развития мы выбрали. Извините, я скажу так, без существенной трансформации отношений с нашими западными партнерами в худшую сторону, что ставит под угрозу, в частности, и поставки, и помощь, мы не можем позволить себе даже думать о реформировании этого института. А что касается Грузии, то грузины, как они сами декларируют, сказали, что будут занимать позицию стратегического терпения, в том числе в отношениях с Российской Федерацией и спорных вопросов оккупации 20% своей территории. Цифры у нас сопоставимы, но не сопоставима эмоция и ощущение, то есть терпение это не про нас. Поэтому можно исключать и НАБУ совершенно не трогать, развивать, возможно, вокруг этой вертикали выстроить все остальные правоохранительные органы и жить дальше. Геннадий, я вам очень благодарен за это интервью. Геннадий Дубов, юрист, кандидат в юридические и науко-политический эксперт украинский. До новых встреч, Геннадий. Спасибо вам большое. Спасибо, Михаил. Геннадий Дубов,